В пресс-релизе, опубликованном 17 мая, говорится, что народный адвокат Числав Панько обеспокоен ситуацией в контексте выборов Башкана Гагаузии. «Справедливые, прозрачные и основанные на широком участии в выборе являются основой демократической системы в Республике Молдова. Организация и проведение выборов должны уважать все принципы процесса демократического управления и избирательные права населения», — говорится в заявлении. В то же время народный адвокат призывает участников процесса к спокойствию и улучшению диалога между органами государственной власти. Омбудсмен Числав Панько призывает всех участников к спокойствию и улучшению связи между центральными и региональными органами Гагаузии, прозрачности при обобщении результатов выборов определенности и уважению конституционных прав граждан Республики Молдова. При этом в случае выявления нарушений должна быть представлена публичная информация, а виновные в этих нарушениях должны быть привлечены к ответственности, — говорится в заявлении. Напомним, что 16 мая Национальный центр по борьбе с коррупцией совместно с Национальным инспекторатом расследования под руководством антикоррупционной прокуратуры изъяли списки избирателей второго тура выборов Башконогаузии. Согласно полученной информации, правоохранительные органы подозревают, что в списке были включены умершие лица, а также те, кто проживают за границей. В Гагаузии это расценили как давление и вмешательство Центра в избирательный процесс автономии. По словам главы антикоррупционной прокуратуры Вероники Драгалин, только суд Камрата может отменить результаты выборов. Я не хочу давать заключение, потому что хочу, чтобы было ясно. Центральная избирательная комиссия Гагаузии обладает компетенцией определять, были ли нарушены какие-либо меры, а затем выскажутся Камратский апелляционный суд. Глава антикоррупционной прокуратуры отметила, что собранные доказательства будут направлены в соответствующие органы. Вице-спикер Народного собрания Георгий Лечо также отметил, что это решение только в компетенции судебных органов. Только судебная инстанция правомочна дать оценку решению цикла признания выборов состоявшимся, действительным или недействительным. Не прокуроры, не офицеры Центра по борьбе с коррупцией, не сотрудники полиции, президентура, либо другие политические силы, находящиеся у власти, а только судебные инстанции. Второй тур выборов в Гагаузии прошел 14 мая. Большинство голосов набрала кандидат от партии ШОР Евгения Гуцул. 22 мая апелляционная палата Камрат намерена вынести решение по результатам выборов. Мария Статова, Алексей Герчун, Новости ГРТ.